В этом году наша страна отмечает 70-летие Великой Победы. В этот знаменательный год Славянская муниципальная телерадиокомпания совместно с историко-краеведческим музеем проводит акцию «Живая книга памяти». Среди тех, кто прошел войну с первых дней и до победы, наш земляк Филипп Андреевич Алексеев. В январе 1941 года он был призван в армию. Там его и застала война. Свой боевой путь начал в 611-м штурмовом авиационном полку в Приволжском военном округе. Служба, если вы в курсе дела, в штурмовой авиации – это вылет один уже приравнивать можно к героизму. Потому что самолет, штурмовик, он высоко не летал, а он стрих над землей, как говорят, утюжил. Так вот, подлетая к фронту, уже нас встречали любым оружием. И уходили мы. Особенно опасно было идти, когда штурмуешь какой-нибудь укрепленный пункт. Потому что он аж кромешный. У нас редко, редко когда случалось, чтобы эскадрилья, допустим, вернулась без потерь. Обычно очень большие потери. Мне повезло. Потому что моя задача была ничего не делать, кроме сидеть в самолете и охранять, чтобы не подбили самолет и не погибли мы. Фронтовики хорошо знают, насколько трудна, а нередко скоротечна жизнь штурмовика. Филипп Андреевич рассказывал о самых трудных годах своей жизни, которые он помнит, как будто с ним это случилось вчера. Он прошел большой фронтовой путь от Смоленска до Кёнигсберга. Там, отбивая авиационную атаку фашистских самолетов, Филипп Андреевич был тяжело ранен и попал в госпиталь. Врачи запретили продолжать бои. Так, победный майский день штурмовик встретил в военном госпитале. На его груди награды – Орден Отечественной войны второй степени и медаль «За отвагу». Великая Отечественная война искалечила тысячи детских судеб. Отняла детство. Дети войны хлебнули горе полной чашей. Может быть, слишком большой для маленького человека. Ведь начало войны совпало для них с началом жизни. Впервые это страшное слово «война» Вениамин Николаевич Заря услышал, когда ему было всего 11 лет. Его отец в 1941 году ушел на фронт и не вернулся. Тогда маленького Вениамина мать отправила в ремесленное училище в город Ейск. Ну, трудное время было. Я вам прямо скажу, что вот то, что в ремесленном училище мы находились, кормили как бы, но этого мало было. Мы чем только не промышляли. Первое у нас было прилив, отлив. Мы ходили, взбалачивали места скопления, рыбы вылавливали. Но самое доходное место было – это рыбный причал. Туда приходили рыбаки, нам давали кельку или насобираем. У каждого была жестянка, жарили. Потом еще на вокзале помогали грузчикам разгружать макуху, кукурузу. Во время обучения в ремесленном училище Вениамин Николаевич попал на корабль юнгой. Вместе с ним еще шесть таких же мальчишек, как он, отправились на корабле в Керченский пролив. В мае 1942 года в результате наступления немецких войск был полностью захвачен Керченский полуостров. Лишившись своей главной базы корабли Черноморского флота, вынуждены были перейти в порты Кавказского побережья – Туапсе, Поти, Батуми. Были мы в Поти, там вся база Черноморского флота находилась. Выходили в море, сопровождали транспортные суда, выходили на разведку в поисках подводных лодок. Авиация еще туда доставала. В основном сопровождали транспорт из Батуми, с Поти до Новороссийска. В сентябре 1944 года боевые действия на Черном море были закончены. Но не закончилась боевая служба. Виньямин попал на Дунайскую флотилию. Там перед их экипажем стояла задача – прикрытие сухопутных войск артиллерийским огнем кораблей, бомбардировкой с воздуха и нанесением ударов с моря по тылам и флангам противника. Оборона военно-морских баз. В носовой части корабля я наблюдал за поверхностью. И мною было обнаружено две плавающие мины. Одна из которых явно угрожала кораблю, мог подорваться. Ну, сделали маневр, я закричал – мина. Эти мины подорвали, подорвали мне матросы, юнга Калидырку. Тебе представили к награде. А старший лейтенант Ахрименко, ну, он прямо мне сказал, ну, меня звали Виньямин. Виньямин, мы тебе к медали Ушакова. В свои юные годы ветерану многое пришлось пережить. Увидеть товарищескую преданность и отвагу, смерть и предательство. Пройдя нелёгкий военный путь, Виньямин Николаевич остаётся жизнелюбивым, активным, добрым и приветливым человеком. Я пережил. Голод видел, видел. Ведь вот здесь же, в Славянске, в 42-м году мы ходили за солончаком. Соль дорогая не было. Ходили за десятки километров с пешочком, солончак собирали, у мамы был мешочек с плотной тканью. И вот она, лебеда там, крапива. И этот мешочек солью опускала, пока было. Мы пережили очень многое. Война для Вениамина Николаевича закончилась в феврале 1945 года, когда советская армия освободила столицу Венгрии, Будапешт, от немецко-фашистских захватчиков. За проявленное мужество и отвагу в годы войны был награждён Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за отвагу, за победу над Германией. У времени своя история, память. И потому мир никогда не забудет о самой страшной войне человечества. А, как гласит народная мудрость, только та страна, в которой люди помнят о своём прошлом, достойна будущего.